Долгострой на Димитрово будет сдан этим летом. Такие сроки подрядчику поставили городские власти. На встрече пострадавшим дольщикам многоэтажки показали график строительных работ. Проблемный объект в мэрии взяли на контроль еще в мае 2014-го, когда возведение дома остановилось. За это время был найден инвестор, подготовлена смета завершения строительства и дальнейшего благоустройства. Глава Краснодара неоднократно встречался с дольщиками и лично проверял стройку. Но люди обеспокоены тем, что темпы работ снова замедлились. Как объяснили специалисты администрации, остановка была временной и связана с тем, что компания в приоритетном порядке достраивала детские сады, нужные городу, чтобы ликвидировать актуальную очередь в минувшем году. Были затруднения и с финансированием. На сегодняшний день все проблемы решены. Сегодня имеется инвестор, тот, который должен будет вложить средства в объеме 165 миллионов рублей на застройку. Разные цифры есть, там до 200 миллионов, но мы считаем, что если не будет хватать какой-то там суммы, она будет небольшая по сравнению с той, которая должна быть использована. Поэтому по ходу работ мы с ней определимся. В доме уже установлены окна и двери, выполнен монтаж кровли. Согласно графику, с наступлением теплой погоды продолжится отделка фасада здания, монтаж канализации, водопровода, подключение электричества и внутренней отделочной работы. На встречу дольщики попросили предоставить им возможность лично контролировать ход работ. При этом подрядчик будет каждый месяц отчитываться перед вице-губернатором. Ежемесячно мне свод выполняется, не выполняется, не выполняется. Почему? На это могут быть, поверьте, много причин. В том числе как людской ресурс, который недели раньше, недели позже перемещают с объекта на другой, понимаете. Так и погодные условия. Напомню, в 16-этажный дом на улице Димитрова горожане должны были вселиться еще три года назад, но застройщик, который начинал работу, обанкротился. Сейчас в отношении него заведено уголовное дело. Кроме того, у правоохранителей есть сведения о двойной продаже квартир. Создана оперативно-следственная группа. По расследованию этого дела полиция продолжает принимать заявления от пострадавших. На совещании власти города заявили дольщикам, что всем обманутым окажут юридическую помощь.